Здравствуйте! Вы смотрите программу «Специальное интервью» в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях президент Одинцовской торгово-промышленной палаты Виктор Иванович Тарусин. Здравствуйте! Здравствуйте, Мария! Виктор Иванович, очень рада вас видеть в нашей студии. Давайте кратко подведем итоги 2020 года, расскажем, как прошел конкурс «Леди бизнес», ну и, конечно же, поговорим сегодня о планах на 2021 год. Их много. Спасибо за возможность встретиться снова в вашей студии, с вашей аудиторией. Действительно, 2020 год, скорее все его ждали как бы побыстрее проводить, но в рамках союза Одинцовской торгово-промышленной палаты год выдался действительно напряженным, сложным, активным. Ну и не без удовлетворения могу сказать, что мы прошли этот год достойно и завершили его, может быть, даже чуть получше, чем 19-й, с точки зрения показателей работы Одинцовской торгово-промышленной палаты. Главным испытанием года стал известный коронавирусный кризис. Для нас это стало дополнительной нагрузкой в связи с большим количеством обращений граждан, предпринимателей и компаний по подтверждению обстоятельств непреодолимой силы, форс-мажор. И на безвозмездной основе торгово-промышленная палата практически проявила исследование по более чем 250 случаям, заявленным в нашу торгово-промышленную палату. К сожалению, не всех удалось удовлетворить с точки зрения подтверждения, потому что действительно сам процесс подтверждения форс-мажора весьма сложная юридическая операция на основе изучения большого количества документов. И это не просто так. Кризис. Вот вам справка. Вы свободны. К сожалению, понятие форс-мажора как простой ситуации выдачи сертификата ошибочно. И в этом было разочарование многих, кто к нам обращался. Тем не менее, сейчас этот процесс, надеюсь, завершен. И из кризиса по-разному, конечно, выходят наши предприниматели. По оценкам торгово-промышленной палаты Российской Федерации, до 25% малых и средних предприятий вынуждены были закрыться. Это, конечно, серьезный удар по малому и среднему бизнесу. Несмотря на все усилия правительства по поддержке и субсидированию предприятий малого и среднего бизнеса, не все выжили. Но, как говорится, кто прошел через это испытание, окреп. И я надеюсь, что в 2021 году мы увидим восстановление деятельности многих предприятий. И, естественно, торгово-промышленная палата будет всячески этому способствовать. Какие меры поддержки сохраняются в 2021 году? Ну, я бы так сказал. Все, что было в 2020-м, сохраняется. То есть, речь идет и о субсидировании арендной ставки для малых и средних предприятий социально ориентированных. Это и 50-процентная субсидия на приобретение основных средств для предприятий, что увеличивает количество рабочих мест и производит увеличение налоговых отчислений в бюджеты разных уровней. Ну, и, естественно, продолжает функционировать и фонд поддержки внешнеэкономической деятельности, РЭЦ, российский экспортный центр, ЭКСАР, агентство по кредитованию экспортных рисков. То есть, все, что было создано, оно остается. И более того, 31 декабря 2020 года был издан указ президента о реорганизации институтов, созданных для поддержки малого и среднего предпринимательства. И сейчас все структуры, так или иначе ориентированные на этот национальный проект, консолидируются под зонтиком. ВЭБа. И туда обходит и РЭЦ, и КСАР, и даже Роснано. Ну, и в общей сложности 8 институтов поддержки будут консолидированы как одно окно функционировать в рамках большой структуры ВЭБ. Поэтому торгово-промышленная палата в этом смысле получает также некоторое облегчение понимания, куда бежать. Потому что, как я раньше говорил, малый и средний бизнес у нас как у семи нянек дитя без глаз, потому что создано огромное количество институтов поддержки, каждый тянет на себя одеяло, бюджетные деньги, а малые и средние предприниматели в некоторой растерянности, потому что куда бежать? Куча дублирующих организаций, дублирующих функций, а результата практически не так много, как его хотелось бы. Виктор Иванович, в конце 2020 года состоялся финал конкурса «Леди бизнес» муниципального уровня. Как он проходил? Ну и, конечно же, кто стал в этом году лучшей? Ну, опять-таки, условия изоляции и уход в онлайн, дистанционный формат придали определенную специфику нашему конкурсу в этом году. Как вы помните, в 2019-м «Леди бизнес» в Подмосковье этот конкурс выиграл. Да, гремел, да. И гремел сначала на муниципальном уровне, потом и на общегубернском. И победительницей этого конкурса стала представительница Одинцовского бизнеса Ольга Викторовна Селезнева, техцентр «Волин». Ну, в этом году она была у нас в качестве члена жюри. И жюри во главе с заместителем руководителя администрации Одинцовского городского округа Павлом Кондратским рассмотрело 8 кандидатов, кто вышел в финал нашего муниципального конкурса. И, естественно, основные мероприятия проходили в онлайне, но в виде исключения нам дали добро на проведение финала в офлайн, то есть в присутствии самих конкурсанток и членов жюри и прессы. Поэтому получилось все весьма пафосно, красиво, и никто не остался без призов. У нас было 8 номинаций для 8 участников, поэтому все остались довольны и вознаграждены за активность, проявленную на всех предыдущих промежуточных этапах отбора. Победительницей конкурса «Леди бизнес» городского округа Одинцова признана Екатерина Паташан. Она является директором и основателем Центра дневного пребывания пенсионеров, людей старшего возраста под названием «Вместе». Она действительно очень активная, социально ориентированная предпринимательница и более шести лет была волонтером. И реально она живет этим. Поэтому вот ее презентации, ее эмоциональные пояснения, они произвели впечатление на жюри. И она стала победительницей нашего муниципального конкурса «Леди бизнес» Одинцова и, соответственно, будет участницей нашего подмосковного конкурса «Леди бизнес» Подмосковья, который состоится в феврале месяце. Будем болеть активно. Да, мы будем болеть активно. Мы вас приглашаем освещать это мероприятие. И, я думаю, Одинцова, как обычно, победит. А я пока предлагаю посмотреть сюжет и окунуться в атмосферу финала конкурса «Леди бизнес». Давайте. На этих хрупких плечах держится бизнес. Как совмещать работу с домашними и материнскими обязанностями эти милые дамы знают не понаслышке. Они предприниматели. На конкурсе «Бизнес-леди 2020» восемь представительниц Одинцовского округа наглядно показали, какой должна быть настоящая бизнес-вумен. Ольга Селезнева сегодня в жюри, но еще в прошлом году сама была участницей. Стала не только финалисткой в нашем округе, но и первой в Московской области. Это человек, который, наверное, в первую очередь несет ответственность. Ответственность за себя и за других. Плюс, наверное, во вторую очередь это, наверное, лидер. Лидер, который ведет людей за собой. Потому что на самом деле это достаточно важно, чтобы люди поверили в тебя и пошли за тобой. И третье, ну это, наверное, какая-то социальная ответственность. Потому что надо сказать, что всех денег ты не заработаешь. И, наверное, ты должен работать на благо общества. В этом году конкурс проходил при особых условиях. Массовые мероприятия и церемонии пока запрещены. Организаторам пришлось осваивать новые форматы. У нас два этапа было онлайн. Участницы высылали задания. Было пять вопросов. И краткое эссе о своем бизнесе. И также видеовизитка. После этого членам жюри отправляли на ознакомиться. И они выставляли свой балл. Слава Богу, что нам позволили провести финал в очно и встретиться со всеми, посмотреть, поздравить друг друга и пожелать успехов в следующем новом году. Сеть салонов красоты и магазинов, частная клиника, ателье, психологическая поддержка с женщинам и другие виды деятельности. Девушки рассказали, как организовать и вести свое дело. Поведали о подводных камнях и планах на будущее. Ответили на вопросы о бизнесе и по истории родного края. Всех участниц объединяет одно. За то, чем занимаются, они болеют всей душой. Это центр дневного пребывания, где может пожилой человек провести целый день под присмотром, гуляя, занимаясь разными активностями, лечебной физкультурой, мастер-классами, участвую в литературных вечерах. То есть с пользой для себя, насладиться днем. И задача нашего центра сделать жизнь пожилых людей ярче. Этому центру для пожилых всего год. Опыт Екатерина переняла из Европы и США. Сама ездила знакомиться с такими организациями. Пандемия внесла значительные коррективы, но от своей идеи не отступилась. Не сдалась, выстояла и в конкурсе победила. Год тяжелый был. И нам хочется, так сказать, поддержать ваш бизнес, то, что вы делаете. И те горящие глаза, которые были в прошлом году, когда я только приезжал, когда вы не делали лимошки, чтобы они не потухли и горели еще сильнее. Спасибо большое. Теперь Екатерина представит Одинцовский округ на областном этапе. Такой, отчасти, социальный бизнес-проект по праву заслуживает внимания, считает жюри. Прорыв года, леди-креатив, предпринимательский талант и другие номинации. Награду достоились все участницы. Виктор Иванович, ну вы уже сказали, что шансы у Екатерины весьма высоки. Так что будем поддерживать, болеть и верить в то, что в феврале она вновь подтвердит звание предыдущей своей предшественницы Ольги Викторовны и завоюет пьедестал. Мы очень надеемся на это и будем всячески стараться по-хорошему лоббировать. И это прекрасно. У нас не случайно сегодня в студии на столе стоит эта статуэтка. Расскажите, откуда она? Да, статуэтка уникальная. Наверное, это первый экземпляр, вывезенный из того региона, где ее произвели. И она действительно авторская работа по концепции бывшего президента торгово-промышленной палаты Якутии Членова. Он, к сожалению, ушел от нас буквально 6 января из-за ковида. Но это творчество его, и это не что иное, как перевоплощение бога Меркурия на якутский манер. Поскольку Меркурий, статуэтка, это, скажем так, в обнаженном виде, в якутске... Он одет. Он одет, потому что он там не выживет, конечно. Она здесь не случайно. Я только вчера вернулся из Якутии, ощутил на себе эти экстремальные температуры. Крещенские морозы, минус 80, да? Да, в одном из улусов действительно было минус 80, это абсолютный рекорд для Якутии. Но в якутске было минус 58. Тем не менее, народ крещенские купания не отменял. И это удивительно. Там действительно живет очень активный, работящий и креативный народ, который готов к сотрудничеству, в том числе и с нашим Одинцовским городским округом. Но вот эта поездка, она проходила в рамках каких мероприятий? То есть, что-то запускается новое в 2021 году? Мы начинаем программу по межрегиональному сотрудничеству, укреплению связей между регионами страны. Мы понимаем, что внутренний рынок в любом случае является основой развития экономики. И на сегодняшний момент у нас уже есть предварительные договоренности с такими регионами, как Краснодар, Ставрополь, Курск, Якутия, с кем мы планируем в ближайшее время проведение пока онлайн, я не люблю это слово, бизнес-миссий. То есть, нам необходимо обеспечить связь между производителями и потребителями этих регионов с нашим городским округом, чтобы и наши производители, и наши торговые компании могли увидеть то, что имеется в этих регионах и что возможно на комфортных условиях получить здесь. Или что-то, то, что производится в нашем регионе, может быть представлено в этих удаленных территориях. Год обещает быть насыщенным. Так точно. Год будет очень насыщенным. И мы, продолжая работу по внешнеэкономической деятельности, мы хотим добавить сюда внутреннего креатива. И вот, в частности, начинаем с Якутии. У нас уже есть определенные запросы от Торгово-промышленной палаты Якутии по поддержке. Должны о чем-то договориться? Ну, предварительно, да. Во-первых, конечно, личное знакомство, оно всегда является основой более продуктивного сотрудничества. И возникшее взаимопонимание, оно гарантирует, что связи не порвутся, а будут только укрепляться. Виктор Иванович, спасибо вам за интересную беседу. Спасибо вам. До новых встреч. Вы смотрели программу «Специальное интервью». Оставайтесь на нашем канале. До свидания. Продолжение следует...